Мы отдали своей жизни принцу мира. Мы починили своей жизни Господу Господ. Мы слуги царя. Мы отражаем красоту лилии и долин. Мы стоим крепко в селе льва из колена Иудина. Мы живем в здоровье от великого врача. Наши нужды восполнены, потому что он наше изобилие. Мы знаем свою стезю, потому что у нас великий пастырь. Мы члены Царства Божьего, потому что нашли дверь. Мы праведны из-за его жертвы. Мы приняли истинную жизнь, потому что он воскрес. Его имя Иисус из Назарета. Христос — наш Господь, наш Царь, и мы не остановимся. Сегодня мы продолжим говорить об обретении силы Святого Духа. Знаю, что разговоры о Святом Духе многих пугают. Это очень личная тема, но так быть не должны. Иисус сказал, что Дух Святой — это наш помощник. Когда Он ушел от нас, Он послал Святого Духа нам в помощь. Я хочу, чтобы на этой неделе мы открыли наши сердца деянием Духа Святого. У нас у всех бывают испытания. Жизнь куда сложнее, чем мы того хотели бы. Но Бог послал нам Духа Святого, чтобы нам явилась Его сила, и мы познали Его пути. Дух Святой поможет вам. Вы не должны Его бояться. Сегодня мы обратимся к Слову Божьему, и пусть оно откроет для вас новые двери. Поэтому благословение вам, смотрите и наслаждайтесь. Остановимся и задумаемся о том, какой контраст мы видим перед собой. Что значит познать Бога и ощутить Его? Я считаю, что нельзя иметь одно и не иметь другого. Нам не надо выбирать что-то одно из них. Они всегда идут вместе. Мы все хотим познать Бога. Хотим узнать о Нем больше. Но мы хотим и ощущать Бога еще сильнее. Очень часто мы выбираем либо одно, либо другое. В церковном мире мы просто обожаем изучать Библию. Пишем работы, ходим на курсы. Большой процент церковных прихожан, имея выбор самим ощутить небеса или пойти на семинар о небесах, лучше пойдет на семинар. Я не против того, чтобы вы учились. Я сам учусь. Но я хочу вам напомнить, что сатана знает о Боге больше, чем все мы вместе взятые. Он увидел Царство Божие во всей полноте Его славы, но он не захотел сотрудничать с Богом. Одно знание Бога не сделает вас последователем Христа. Мы не просто должны придерживаться вещей и библейских понятий. Мы должны хранить в себе откровения всемогущего Бога. Когда вы отрицаете Духа Святого и ограничиваете Его в своей жизни, на самом деле вы меняете Бога на знание о Нем. Вы говорите, «Я сделал это, чтобы лучше Его узнать». Но именно Дух Святой приносит вам Божью силу и дает вам откровения о Боге. Нам нужна Его помощь. И в послании Иакова сказано, «Ты веруешь, что Бог един?» Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Даже если сегодня в церкви во время службы вы скажете, что верите в Бога, то это хорошо. По крайней мере, вы можете быть бесом. А сейчас давайте сделаем шаг назад и поговорим о посвящении себя Богу, покорности Ему и откровениях, которые дарит нам всемогущий. В Библии используется словосочетание «двоящиеся мысли». Такое встречается и по сей день. Людьми с двоящимися мыслями называют непоследовательных людей, но в библейском контексте это нечто другое. Это непротиворечивый человек. Двоящиеся мысли связаны с Духом. У Иакова сказано, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В четвертой главе того же послания говорится, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Если вы непоследовательны в общении с Богом, вашей духовной жизни, если в один день вы хотите угождать Господу, а в другой нет, если в один день вы поступаете праведно, а в другой вам что-то не хочется, и вы боретесь с этим, вы обычно говорите, «Я непоследователен, но я работаю над собой». Но послушайте, что говорит Иаков. «Грешники должны очистить руки, а двоедушные исправить сердца». Он говорит, что тогда внутри нас растет и процветает нечто нечистое. Вы должны очиститься, другого пути нет. В послании к Колосиным говорится, «О горнем помышляйте, а не о земном». О высоком, то есть. Это очень простые и понятные слова, но сделать это очень трудно. Помышлять о Божьих вещах совсем непросто. Это непросто даже для меня. Мы живем в этом мире, но нам не подняться над ним. Нам очень трудно сконцентрироваться на Боге. У нас есть свои дела и обязанности. На нас столько всего наваливается. У нас так много забот. И как нам после этого концентрироваться на Боге? «Как мне это сделать? Мне нужна помощь». Вы должны сами этого захотеть. послание к римлянам 8 глава говорит, что те, кто живет по природе греха, желают греховного. Очень простые слова. Если вы живете по природе греха, то никогда не признаетесь в этом в церкви в прекрасное летнее утро. Но вы должны понимать, что если вы живете по природе греха, то вы будете думать только о грехе, а не о Божьих вещах. А те, кто живет по природе духа, желают духовного. Помышления плотские — суть смерти, помышления духовные — жизнь и мир. Если вы помышляете о неугодных Богу вещах, то эти мысли принесут вам смерть и разрушение. Они преуменьшат вас. Они не дадут вам ничего полезного. Наш разум открыт для неугодных Богу мыслей, идей и картин. Они могут прийти к каждому из нас без исключения, но хочу донести до вас не это. Очень важно, чему вы посвящаете ваши мысли, чем вы умышленно питаете ваш разум, что вы смотрите, что слушаете, о чем думаете, какие у вас эмоции, чему посвящены ваши воспоминания и мысли, и понять это помогает ваш жизненный опыт. Чем заполнены ваши мысли и эмоции, чем подкрепляется ваше желание жить, руководят ли ими мерзкие вещи? Или же вы посвящаете свое время и силы отношениям, информации и вещам, связанным с Богом. Вы делаете это не механически. Это намеренные действия. Для этого нужна самодисциплина, ведь если у вас проблемы с телом, то тоже требуется самодисциплина. Вы должны задуматься, о чем вы хотите думать, о чем. Если ко мне придут нехорошие мысли, я не пущу их к себе. Если я захочу каких-то нехороших эмоций, я им не поддамся. Это не просто... Я подготовил вам целый набор цитат из Библии на эту тему. На нас давят. Это не автоматические действия. Вы сами ставите перед собой такие цели. Если вы не хотите, чтобы что-то произошло, то это и не произойдет. В Евангелии от Матфея сам Иисус говорит нам, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь Иисус снова говорит все очень просто. Не надо заботиться о завтрашнем дне. Он бы не говорил нам этого, если бы не знал, что нас ожидает борьба. Наша жизнь полна испытаний. Она сложна. И Иисус напоминает нам об этом. Он говорит нам, «Да, в мире вас ждут испытания». Это трудно, но Он говорит нам, «Не заботьтесь и не волнуйтесь». Он знает, что на нас давят. Когда наступит завтра, вот тогда и подумайте о завтрашнем. Все очень просто. Не беспокойтесь о заботах, которых у вас еще нет. Уж поверьте моим словам. А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит нам, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Если Иисус говорит, что мы не должны бояться, то и не стоит бояться. Страх охватывает наш мир, а мы даже не осознаем этого. Ведь мы боимся будущего и прошлого. Боимся за наших детей и родителей. Боимся за себя и боимся еды. Мы боимся сахара. «Ну да, я тоже этого не понимаю». Иисус сказал, «Мир мой даю вам». Вы должны знать об Иисусе. Он прожил свою жизнь не просто так. С момента его рождения до самого его воскресения. Его жизнь определялась конфликтом. В Вифлееме убили всех младенцев, когда родился Иисус. Марии и Иосифу пришлось бежать. Жизнь Иисуса была полна врагов, несправедливой критики, отрицания, всевозможных испытаний. В итоге он оказался на кресте. Он умер. И Иисус говорит нам, «Мир мой даю вам». Ведь Иисус показал нам спокойствие и уверенность в том, что с ним всегда Бог. Вы никогда не видели, чтобы Иисус паниковал. Он был среди рыбаков, будучи плотником. И вот они попали в бурю. Его друзья разбудили его, чтобы сказать, что они погибнут. Хм, тоже мне друзья. Но Иисус сказал, «Ветру и волнам успокоитесь», и они утихли. Вы никогда не увидите, чтобы Иисус боялся. Он знает, что Бог хранит его, что Бог с ним. Он противостоял Пилату, римскому прокуратору. Он сказал ему, «У тебя нет силы надо мной. Мой отец даровал тебе твой титул. Тебе стоит начать волноваться самому». Да, я сказал это своими словами, но именно это он и говорил. «Не доводи до того, чтобы мой отец пришел за тобой. Это не приведет ни к чему хорошему». Он сказал, «Мир мой даю вам». Когда у некоторых из вас наступают тяжелые времена, вы думаете, что Бог оставил вас, но Он этого не делал. Он не злится на вас, не наказывает вас. Он не наказывал Иисуса. Он дает вам все, что вам нужно, чтобы вы вышли победителями в эти тяжелые времена. Если вы не хотите идти этой стезой, то это уже совсем другой разговор. Если бы мы направили свои мысли на угодные Богу вещи, даже когда это сложно или неудобно, мы бы могли сказать, «Боже, я понял, какое предназначение ты приготовил для меня». Если говорить, что каждый день последователя Христа подобен поездке в Диснейленде, то это будет искажением сказанного в Библии. Каждое блюдо, которое ставит перед вами Господь, нужно сначала заслужить. Да, трудности случаются. Вам пора повзрослеть. Чтобы мы могли осуществить то, что Бог приготовил для нас в этот период, нам нужна помощь Духа Святого. В четвертой главе послания к филиппийцам сказано так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вы когда-нибудь думали о том, что вашему сердцу, помышлениям, эмоциям и вашей воле нужна защита. Что мы обычно хотим защитить? Мы знаем, как защитить наш дом, наших детей. Вы не станете сажать ваших детей в машину без специального кресла. Мы знаем, как защитить наши инвестиции. Что вы обычно хотите защитить? Ваш разум, мысли, эмоции и волю. На нашу жизнь приходится много испытаний. На нас давит столько всего. Мы должны сконцентрироваться на угодных Богу делах. И тогда к нам придет истинная жизнь. Мы должны почувствовать, что на нас давит. Нам поможет восьмой стих, где говорится, что только истина, что честна, что справедлива, чисто, любезна, достославна, только добродетель и похвала. Вот о том, помышляете, тут целый список, и он непростой. Думайте о том, что истина, честна, чисто, достославна. Иногда что-то кажется нам истиной, но в итоге приводит к разрушению. Допустим, есть брокколи полезно, но если вы питаетесь только брокколи, то это не пойдет вам на пользу. В итоге вы позеленеете, и от вас будет плохо пахнуть. Но это не уменьшает истины, что брокколи полезны для вас. Просто не стоит питаться только брокколи. Мы должны направить свои мысли в правильную сторону. Достаточно ли вы зрелы для этого? Сможете ли вы себя дисциплинировать так, чтобы начать фильтровать свои мысли? В оставшееся у нас время я не скажу вам ничего нового. Я лишь напомню, что Дух Святой — это наш помощник. Когда Иисус пришел на землю, я уверен, что у Его жизни была определенная цель. Мне кажется, что часто мы читаем Священное Писание очень поверхностно. Мы должны помнить о том, что у Иисуса было свое предназначение. Он не просто ходил туда-сюда, делал и говорил, что хотел. Ну, знаете, там «Хороший денек сегодня». Как дела? У жизни Иисуса было предназначение, не так ли? И сейчас я говорю вам, что Дух Святой на земле во имя Царства Небесного. Вы верите, что Иисус пришел на землю, чтобы принести вам пользу? И сейчас я говорю вам, что Дух Святой пришел на землю, чтобы принести вам такую же пользу. Поэтому не стоит противиться Ему. Послушайте, что говорит нам Иисус в 16 главе Евангелия от Иоанна. Там Он говорит «Истинно говорю вам». Вы прекрасно знаете, что бывает, когда Иисус говорит такие слова. Если Иисус говорит «Истинно говорю вам», никогда не знаешь, чего ждать дальше. Так что если вы видите, как Иисус говорит «Истинно говорю вам», приготовьтесь к невероятным вещам. Иисус говорит «Истинно говорю вам», для вашего же блага Я ухожу. Можете сами прочитать. Вы ведь умеете это делать. Он говорит нам, что нам будет хорошо, если Он уйдет. «Истинно говорю вам», но у меня это как-то не стыкуется. Лучше бы Иисус подвез меня до дома. Вот это было бы действительно хорошо. Но Он говорит «Для вашего же блага Я ухожу». Затем Он объясняет, почему это так. «Если Я не уйду, к вам не придет помощник». Но если Я уйду, то пошлю Его к вам. Иисус считает, что с Духом Святым нам будет лучше, чем если Он останется. Я верю, что Иисус говорит нам правду. Возможно, мы должны поменять наши отношения. Дух Святой поможет вам самыми простыми способами. Он принесет вам знания, видение и понимание, не просто информацию. Он дает нам понять, кто мы, как мы влияем на мир и как можно это делать наиболее богоугодным способом. Для этого есть теологическое понятие «откровение». Вы должны понять, как сделать вашу жизнь угодной Богу, и тогда она изменится. В «Деяниях» рассказывается о Петре. Он находится в Кесарии. Это римский город на Израильском побережье. Там он говорит такие слова. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Мне Бог открыл. Но как же Бог открыл это Петру? За изучением Библии? Может, он пришел к нему, когда Петр вместе с Сыровином читал Библию в синагоге. А может, все началось двумя днями ранее? Петр еще не добрался до Кесарии. Находился в Иопии. Это древний порт на Израильском побережье. Был полдень. И в ожидании обеда он забрался на крышу, чтобы помолиться. Его сердце было открыто Господу. Он не шутил. И на крыше у него было видение. Он увидел, как с небес спустился сосуд, внутри которого находились животные, мясо которых нельзя было употреблять еврею. И тут он услышал голос, судя по всему, принадлежащий Господу. Голос сказал ему, «Петр, закали их и съешь». Но Петр ответил, «Нет». И тогда Бог сказал ему, «Не почитай нечистым то, что я считаю чистым». Он сказал это трижды. Когда видение Петра закончилось, в дверь постучали. Там стояла группа людей. Это были не евреи. Они сказали, «Мы пришли из Кесарии». Это был город язычников. Они сказали, «Мы пришли из Кесарии и ищем человека по имени Петр. Его хочет видеть наш начальник». Петру не очень хотелось туда идти, ведь идти до туда два дня. Он понимал, что эти два дня пути его вымотают. Он думал про себя, «Зачем я им нужен? Что мне там делать?» И вот он пришел к Корнилию, и тот сказал ему, «Знаешь, нам не стоило встречаться, ведь я римский центурион, это еврей, но я видел ангела». Это очень похоже на мою историю. Ангел сказал мне, где я смогу вас найти, и вот я пришел сюда и нашел вас здесь. Так что делайте, что хотите. Вспомните события, произошедшие в Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда Дух Святой был явлен Петру, Иосифу, Марии и наиболее верным последователям Христа. Это событие повторяет случившееся в Кесарии с неевреем. Это случилось с римским солдатом в его доме. И что же сказал ему Петр? «Бог открыл это мне». Он не прочитал об этом в книге. Это был не единичный случай. Дух Святой коснулся его жизни и жизни окружающих его людей, и благодаря этому в духовной жизни Петра произошли существенные перемены. Это Петр, проведший три года с Иисусом, ходивший по воде, бывший на кладбище, когда воскрес Лазарь. Тот, который отрекся от Иисуса, но сам Иисус исцелил его. Это тот Петр, который проповедовал в день Пятидесятницы, и тысячи людей приняли Иисуса в городе, который отрекся от него. Они публично крестились. Это Петр, который открыл свое духовное резюме и сказал, «Мне не надо ничего менять. Я самый плохой парень в округе». Он стоял перед римским солдатом в его доме, перед язычником, и сказал, «Бог кое-что открыл мне, хотя я и хочу сказать, что ты не чист, но я не могу тебе этого сказать». Как вы думаете, нужна ли нам помощь Святого Духа? Может ли он дать нам понять, что нас что-то ограничивает, что у меня есть какой-то жизненный опыт, который преуменьшает меня? А может быть, это проблемы в семье? Помоги мне, Боже! Я не хочу преуменьшать свою жизнь. Я хочу исполнить то, ради чего ты создал меня. Помоги мне! И он поможет. Обязательно. Это просто отличная новость. Он дарует вам понимание. Это не обязательно будет видение, но каким-то образом он явит это вам. Но вы сами должны этого захотеть. Вы помните слова Петра? Он написал, что исследования пророков предсказывали о назначенной вам благодати. Не надо относиться к Иисусу, как к каждодневной рутине. Зачем? Всемогущему Богу, создавшему небо и землю, вмешиваться в вашу жизнь, если вы этого не хотите. Представьте, что я приду к вам домой, постучусь вам в дверь и попрошу что-нибудь на обед. Вы скажете, «Да, сходите на кухню и что-нибудь поищите, но больше вы меня в гости не пригласите». Вам это, конечно, не понравится. Мы относимся к Богу, как к каждодневной рутине. Послушайте, а как еще Дух Святой может вам помочь? Он может даровать вам силу, самую настоящую? В Библии есть много примеров тому, но я хочу напомнить вам наиболее известные из них, потому что наше время ограниченное. Самсон был настоящим силачом. Если вы помните, то вся соль истории Самсона заключалась в том, что никто не знал, в чем секрет его силы. Я не думаю, что Самсон выглядел как качок. Он не ходил, потряскивая мускулами. И когда люди видели Самсона, они и не подозревали, что он силач. Никто не знал, почему Самсон был сильным. Я не знаю, был ли он тщедушным или пухлым, но он не был похож на силача. Не знаю, как он выглядел, но когда люди видели его, они восклицали, «Как этот парень может быть с таким силачом? В чем его секрет?» Они очень хотели узнать его. Если бы он много весел и мог поднять грузовик, то все бы знали его секрет. Но в конце концов им удалось узнать это путем обмана. Они взяли Самсона и сожгли его дом. Они начали над ним публично издеваться. Он был человеком великой силы, но теперь сила покинула его. Они заставляли его выполнять работу, которую обычно выполняют животные, ослы и валы. Но Самсон сам во многом был виноват. Он вел жизнь обывателя не очень моральную. Он не ценил того, что у него было. Ведь его Божья история началась еще до его рождения. Его родители заключили с Господом завет, поэтому и Самсон родился посвященным. На Самсона снизошел Божий дух. Он мог делать такое, чего бы он не мог сделать Сам. Вы знали, что Бог создал вас, чтобы вы совершили нечто такое, чего вы не сможете сделать без Его силы? Вы не сможете исполнить ваше предназначение своими силами. Если вы пытаетесь служить Господу своими силами и возможностями и своей мудростью, вы сможете многого добиться. Но благодаря силе, которую дарует вам Он, вы сделаете куда больше. И вот люди, пленившие Самсона, устроили празднество в языческом храме. Они восхваляли языческих идолов, потому что им удалось одержать победу над их великим противником Самсоном. Они послали отрока привезти Самсона, чтобы они смогли над ним поиздеваться. И вот он привел Самсона. Тогда Самсон сказал приведшему его мальчику, «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом». Затем он принялся молиться. Его молитва есть в ваших распечатках. И воззвал Самсон Господу и сказал, «Господи Божие, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимленам за два глаза Мои». Мне кажется, Самсон подготавливал этот план не один день. У него было много времени. Мне не кажется, что он злится. Я не слышу отголосков мести в его словах. Он не говорит ничего про Далиду. Он говорит, «Боже, укрепи меня только теперь». Я знаю, каково это, когда твой дух не сходит на меня. Я знаю, что пользовался этим в личных целях. Я знаю, что не ценил этого, но еще только один раз, Боже мой. В Священном Писании все описывается довольно кратко, но в моем воображении Самсон, снова ощутив эту силу, начинает улыбаться. Возможно, он даже начал и хохотать. Ведь он понял, что Бог не отвернулся от него, что Бог не покинул его. Не надо отчаиваться, если вы потерпели крах. Друзья мои, нам нужна помощь Духа Святого. Одним из величайших испытаний на нашем духовном пути, в нашем путешествии веры, является чувство одиночества. Именно тогда мы ощущаем на себе наибольшее давление. Довольно часто мы ощущаем себя одинокими. Иногда ощущаем себя одинокими, потому что натворили глупости. Иногда нам одиноко, потому что мы плохо с кем-то обошлись. А иногда так просто складывается наша жизнь. Но Священное Писание дарит нам надежду на то, что мы не одиноки. Если вы совершили ошибку, или ошибку совершил кто-то другой, то Бог все еще с нами. Иногда мы спрашиваем себя, почему это произошло. Это очень важный вопрос, и сегодня я хочу поделиться с вами одной простой молитвой, благодаря которой ваши сердца откроются Богу и придадут вам уверенности, что Бог проведет нас через все эти невзгоды. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю тебя за каждого человека. Я молюсь о том, чтобы у них случилось откровение об Иисусе, чтобы твой дух в нас стал более ощутим. Если мы оступимся, если нам будет стыдно, если мы будем в депрессии, даруй нам храбрость пережить это. Пусть твой дух ведет нас во имя Иисуса. Аминь. Бог любит вас, и вы не одиноки. Субтитры сделал DimaTorzok